Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 23 января и давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент на финансовых рынках. Ну а я в самом начале напомню, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых видео каждое утро в будний день. Пара евро-доллар на текущий момент сохраняет свою тенденцию восходящую. Следующие цели по продолжению роста находятся в области 1.2266, преодоление данного уровня и следующее движение уже на 1.2346. Возврат коррекции, а сейчас в рамках 4-часового таймфрейма, пока мы наблюдаем боковое движение, уже будет характерно после ухода ниже отметки 1.2213, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера в понедельник и в пятницу на прошлую неделю. Пара британский фунт, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Следующая цель роста находится на отметке 1.4103, ну а ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальные значения вчерашнего дня, отметка 1.3856, тенденция к росту по данному активу на текущий момент сохраняется. Пара американский доллар, канадский доллар переходит в фазу роста. Пока мы торгуемся в боковике, но с упором на движение все-таки восходящее на текущий момент, поэтому цели по преодолению отметки 1.2496, максимум, который был зафиксирован вчера, можно считать ближайшими, с последующим движением на 1.2636. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.2434, если пара американский доллар, канадский доллар сможет закрепиться ниже этого уровня, то уже вероятно продолжение коррекционного нисходящего движения. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент находится в нисходящем движении. Вчера мы скорректировались до отметки 111.21, но уйти выше максимальные значения, точнее закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу, мы не смогли, что пока не отменяет нисходящий сценарий по данной паре. И его пока мы считаем приоритетным, с целью движения на 110.45 и далее на 180.78. Вероятность продолжения коррекционного восходящего движения будет более сильной, в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальные значения, которые мы видели вчера, на отметке 111.21. Пока торгуемся ниже данного уровня, основной сценарий остается на снижение. Пара австралийский доллар, американский доллар сегодня с утра уже переходит в фазу коррекции, пытается закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели вчера, на отметке 79.78. Если австралийцу это удастся, то уже с текущих уровней мы можем увидеть начало коррекционного движения, завершение которого, в свою очередь, даст возможность присоединиться в сторону основного тренда, который мы видим на старшем таймфрейме, а именно к тенденции восходящей. Коррекция здесь, ближайшие цели по коррекционному снижению, на отметке 79.31, дали 77.97. Ну а преодоление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, уже вернет нас к покупкам по данному активу. Пара евро-фунт продолжает свое нисходящее движение. Цель падения находится на отметке 87.27, а ближайший разворотный уровень для возобновления покупок по данному активу мы можем отметить на максимальное значение вчерашнего дня, отметка 88.31. Золото продолжает восстановительное движение на укрепление. Сегодня торгуемся уже выше максимальных значений, которые были отмечены вчера на отметке 1335 долларов за тройскую унцию. Цели по восходящему движению находятся на отметке максимальных значений 15 января. Это область 1344 доллара за тройскую унцию. Ближайший разворотный уровень можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 1328. Нефть марки Brent на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Сегодня мы торгуемся вблизи уже максимальных значений вчерашнего дня. Если нефть удастся закрепиться выше отметки 6963, то уже вероятен переход вновь в фазу роста с целями движения на 7075 и далее на 71.87. Индекс DAX продолжает обновлять исторический максимум. Сегодня торгуемся уже на отметке 13591 и все предпосылки к продолжению роста также сохраняются. Ближайший разворотный уровень по индексу DAX можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 13409. Биткоин продолжает свое коррекционное движение, которое у нас началось фактически вчера, в понедельник. После преодоления минимальных значений, которые были продоргованы на ВСЛ по нисходящему движению, находится в области 9982. Минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, ну и далее уже биткоин может сходить на 9000 ровно. Продолжение покупок уже будет актуально после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 11905. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман, всем желаю хорошего торгового дня и напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Всем спасибо за внимание и до свидания.